Так, ну что, только сейчас добрался до инстаграма, смотрю у Полины Панфиловой какой-то новый пост, с фотографией невероятной подкрутки, которую они делают с Димой, но смотрю, что тут как-то странно, там вроде бы еще какая-то фотография есть, перелистываю, а там оказывается сюрприз, там Полина прыгает тройной Сальхов, в каскаде с двойным Сальховым через Оллер, и знаете, вполне неплохо, не идеально, конечно, нужно работать над тем, чтобы выезд с этого тройного Сальхова, был лучше, чтобы легче было переходить на Оллер, так что будем надеяться, что этот прыжок у Полина будет становиться только лучше и лучше, и увереннее и увереннее, и потенциально выходит достаточно неплохо в произвольной программе, например, сольный тройной Сальхов, у них сейчас это двойной Сальхов стоит, и каскад двойной аксель, Оллер, тройной Сальхов, вот это было бы здорово, у них это сейчас двойной аксель, Оллер и двойной Сальхов, то есть если мы меняем эти двойные Сальховы на тройные, базовая стоимость резко увеличивается, Ну и будем надеяться, как правильно говорит Валентина Федоровна, будем надеяться и молиться, чтобы у Полины все получилось. Я разговоров про Диму не слышал, судя по всему, у него с прыжками все более-менее. То есть главный вопрос это Полина. Так что, конечно, будем надеяться и верить. Потому что в противном случае это, конечно, будет чудовищная несправедливость фигурного катания. Ну как это возможно так здорово кататься, так мастерски исполнять парные элементы, но не иметь тройных прыжков? Начать прыгать тройные, исправить этот недостаток, еще немного поработать над владением конька, и тогда уже можно паковать чемоданы на Олимпиаду. Но первый шаг, он трудный, самый. Для начала нужно начать стабильно прыгать эти тройные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok